Всем привет! Сейчас идут протесты учителей. Я там не на месте, я смотрю трансляцию. И я хочу поделиться своими мнениями. Они еще не закончились, а я поделюсь результатами. Я думаю, что эти протесты не сейчас, а потом, со временем, войдут в учебники истории по аферизму. Вы не представляете, насколько у нас талантливый премьер-министр и президент, это Карин Шилевиц, это мега-мега-аферисты. И вот смотрите, то, что происходит в Латвии, то, что нигде не произошло. То есть идет фактически демонстрация, которая против правящих. И насколько был гениальный ход возглавить эту демонстрацию и прийти внутри колонны, прийти первым в колонне, а потом встать на сцену и говорит, что вот это протестное движение, вот эта протестная толпа, я с вами, я ваш лидер. И у него ведь все получится. Это ведь из классических учебников. Если ты не сможешь справиться с протестами, то возглавь их. Это ведь гениально. Я нигде такого не видел. Вот чувак с гарвардским образованием. И образование вот у него, согласитесь, очень круто. Очень прям то, что доктор прописал. Вот. И это в его карьере не впервые. Смотрите. Он, по сути дела, должен сидеть в тюрьме. А вместо того, чтобы сидеть в тюрьме, он сел в кресло премьер-министра. Сейчас покажу вот механику. Вы сравните то уголовное дело, которое на него шили, и протестные акции. Вот там один и тот же хитрый вариант. Смотрите. Кинотеатр Пионерис. Чтобы вы понимали, там было расследование. КНАП, журналисты все копали, искали. Никто ничего найти не мог. Что там происходит? И что делает Кариндж в этом случае? То есть афера по Пионерису, если мы говорим про аферу, она заключалась в чем? В том, что он захватывает этот Пионерис кинотеатр, который реально не принадлежал ему. Но юридически все документы были верны и точны. Так вот, принадлежит ему кинотеатр Пионерис. И вот что никто не знает. Предположим, кинотеатр Пионерис имеет определенную квадратуру. Например, там 100 на 100. Но ты был в кинотеатре, ты заходишь в огромный зал. Это кинотеатр. Так вот, Кариндж завладевает этим кинотеатром. И внутри этого кинотеатра делает несколько этажей, увеличивая тем самым квадратуру в три раза. И если мы берем просто документы, просто бумаги, ну, предположим, тысячу квадратных метров, аренда на 15 евро, ну, это, например, там 15 тысяч. А по факту человек каждый месяц зарабатывал там не 15, а в три раза больше. Я условно говорю, не придирайтесь к цифрам. И когда все проходили расследования, все смотрели только бумаги. Факт в бумагах, цифры сходились. Но на самом деле все было не так. Это гениальность аферы. Человек заработал миллион евро, ни копейки не заплатив налога, и это наш Кариндж. А когда были все расследования, КНАПа, журналистов, никто ничего не может найти. Все концы были заметены, и по документам все цифры сходились. Дальше он вел переговоры с ребятами по продаже этого кинотеатра Пионериса. И там афера была в следующем. Дело в том, что помещение было его, а клуб внутри был не его. И он продавал как готовый действующий клуб. И люди, которые купили этот клуб, наутро узнали, что они купили только четыре стенки. А ребята, чей был реальный клуб, просто вывезли оборот, ну, аппаратуру и уехали. Ты представляешь, он дважды кинул, сначала незаконно завладел, потом незаконно извлек доход в миллионы. Потом он просто продал ту недвижимость, которой реально не владел. И вот после всего этого, грубо говоря, он не в тюрьме, а премьер-министр. Ты представляешь, насколько это гениальный ум, вот иметь такого премьер-министра. Потому что в Латвии это великое благо при одном условии, если бы он работал на эту страну, а не на свой личный кошелек. Это гениальный аферист, просто гениальный аферист. И его подельник Левиц точно такая же история. Но там Латта Лапса больше в курсе, он больше про него рассказывает. Так вот, гениальность парня, если ты не можешь бороться с митингами, ты видишь, что много людей пришло, все, тебе жопа. Это фактически речь идет о твоей отставке. Но если ты пройдешь лицом этой колонны, и если ты встанешь на трибуну, и вместе с общением будешь говорить, я с вами, ребята. На самом деле все так, как вы говорите, и есть. И никто не задаст ведь в этот момент вопрос, что фактически мы внесли в закон о том, что зарплата учителей будет как у мусорщиков в Германии. И сами этот закон не соблюли. И ничего, ничего этому человеку не будет. Ну это же гениально. А самое интересное, смотрите, у власти стоят реальные мошенники-аферисты. И вот почти двухмиллионное население смотрит им в глаза, глотает это. И там же ведь есть и ученые, и политики, и светилы. Неужели у нас из полутора миллионов людей нету мыслищей, которые понимают эту аферу? И никто ничего не может сделать ни на судебном уровне, ни на законодательном, ни в каком-либо другом. Вы представляете гениальность этого человека? Вот он может быть злодей, может быть там еще кем-то, но в гениальности нельзя ему отказывать. Я не знаю, что там в других странах, в Литве, в Эстонии, но мне кажется, такого гениального человека. И такой гениальный человек мог управлять только Латвией. Напомню, что Латвия самая позитивная страна Евросоюза. И у нас живут четкие, отзывчивые и добрые люди. А управляют ими гениальные аферисты, которых в мире-то, но не так легко найти. Всем добра и позитива. Надеюсь, вы к этому, то, что я сказал, серьезно не относитесь. И не забывайте, что это развлекательный контент с целью развлечения людей, а не чего-либо другого. Всем пока.